так ребят мы вернулись все нормально стрим есть я слежу за этим сейчас попробуем посмотреть на матчап двух век будет я думаю интересно не 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 фочин фокус все все отлично все записывается я с этим не фейлюсь сейчас давай тогда сыграешь с motoclaw я вроде как позвал его но он должен сейчас прямо зайти он тем более в чате все нормально так отлично вот у нас продолжение у нас 2 2 веги делаем даже не знаю что я буду говорить во время этих матчей но единственное что мы знаем что матчап 5-5 тут нельзя ошибиться и что точно победит вега да то есть это время проиграет тоже вега точно и вот за тоже не логично как-то хорошо и плохо так ну а всем ребятам написал которые у меня скайпе были kenzo 4 кб он говорит что я завязал с игрой пока что но не с игрой а с компьютерами так сказать увлечением брендан хитту написал с моим фону салп призрак не хочет motoclaw играет но все принципе а то я так посчитал у меня уже этих самых контактов контактов с так все стоп старт фокс главной по второму кругу чтоб сейчас не пошли уже близки нет все так а вот это может быть плохо тут я точно на попутал что одна полоска у них посмотрим тоже полоска тут тоже не самое как говорится главное потому что я предсказал иногда зерон коннектом даже очень сложно играть а если полоска еще больше что-то точно тяжело ты фонда видно что что-то такое есть сейчас мы спросим игроков после первой игры как они будут продолжать нет потому что я это понимаю что это издевательство игра может если нет замутим эндлес чё позовем всех да пускай играет у нас бывают довольно смешные эндлесы когда позавчера получился так весело посмеялись мы всей нашей конфой ну таких довольно средних игроков пытались убить гринга причем он играл не но короче он играл сначала на фейлонге я его два раза фейлонга гукином выиграл потом он играл короче на сагате сагата мы вроде как тоже там в итоге два раза выиграли там с дабл кио вот он взял бланку конечно я вам раунд у него отжал вот один раз он играл жестко и понял вот именно как какая же классная гукина 2 это ульта если ее юзать именно как паниш да можно после нее за комик еще да если земли и она если земли ловит тогда можно с воздуха уже к сожалению нет ладно ремонт олажок нормально это не иксбокс так ну что у нас тут считают дал кубки тают бьют когтями с очень важная часть матчапа с вегой это уметь панишать его телепорт это очень херовая на самом деле опция потому что что угодно успевает отрекавериться и можно ее запанщить если тайминг не пороть ну вот против там даже общин селекта не нужны но общин селекта не нужны там все на реакцию там общин селекта не все против нее работают потому что у него очень много там кадров неуязвимостей ну поэтому и грустно именно отталкивает она не так далеко как у какого-нибудь а кому то есть если что можно подойти в конечном итоге и ставить вот не знаю что какой общин селект поможет может там нет я даже не буду боять наверняка шурикан обычный пост против долгого и долгого полета не поможет точно не полет а ну да понятно от сколько тп тп назад а вообще как цик тоже не помогает после против долгого то есть надо именно таймить так что как кстати говоря там боковом относишься но это настолько тюрьмова игра что у меня даже в боку по почте нет но это понятно там даже кто показывал но правда с другой стороны вот он будет вот он все якобы я не знаю как работают те которые не блочат но и пример но он не привели но он просто там на рынке просто делал фрейм фрейм вот чем дело что на один фрейм ошибаешься это уже не бокал ты давай там ошибаться давай там туда назад вперед так или от персонажа зависит то есть у диджей какой-нибудь например отблокал просто лучше нет я не зачипал может и зачипать хотел тут довольно было это ну рискованно но вот риск не оправдался но все таки 1-1 и довольно плотный бой надо сказать то есть нет 1-1 и 1-0 ну в смысле да 1-0 и я имею ввиду что 1-1 по раундам и последний раунд будет таскать до конца а как мы получили он блока был очень сложноaska я так и только мне раз и не тупило сделать о какие люди пацаны к нам пришел овер драйве я думаю вот это сейчас будет интересно Все таки кто с овером Хочет сразиться Картошечкой пахнет Да? Да Ну все отлично Вроде как Фокс написал что терпимо Так Акумин Может ты давай с овер драйвом Коннект я думаю ты же играл со мной Иначе коннект будет одинаковый Хотя тоже не факт Аааа пробель У нас много драйва На овер открыл список друзей Это ужасно просто звучит А? Это опять эндлит О нифигасе сбил видео Но с работы непонятно Бесконечный фт 5 эндлит нет ребята Да это правда ужасно звучит Так что Сейчас если фт 5 не найдем Ну то есть по хорошему на мэшах Офлайновых как раз что-то в этом роде происходит То есть играют до фт 5 и меняются Но как это осуществить в рамках онлайна я не представляю Тебе заметил косяк лайва последний Заходишь в друзей и у тебя выкидывает из игры Не заметил? Там же секреты Или задроты по увлечению Нефигу Специализироваться Друзьями Вот прям заходишь друзья и тебя выкидывает Ну вроде как Причем Я такой думаю так Реально заходишь Не работай в этом раз И работает все Так короче был какой-то Один конкретный друг Я зашел в кростекинг Короче Взял удалил короче так наугад кого нибудь В общем угадал с первого раза Сделаю же ультру Флакс Ну Снимаю вот так Ох Как у него хватило хп чтобы помогать это я не понимаю Да там же тоже скейлинг странный Там не стопроцентный Вот как это говорю что не хватает хп нет Там какой-то скейлинг тоже в районе 50% что ли идет Там Наверное на кечах скейлинг полный Фокусик поменьше Кстати еще довольно знаю что может быть забавно Потому что у него уже мало хп там сам по себе скейлинг 75% То есть он в смысле что Минус 25% да 75% от урона наносится Да 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 Вот и еще там есть и эки Ну похоже что 25% Ну что же мотоклот давит Так что Его не даться ни по одному матчу 1-1 Ну не посмотрим может фокусик адаптируется Откуда он? Кто? Ну вторая века не та века которая из Москвы Мотоклот сейчас мы посмотрим Ну он может конечно после стрима нам ответить Но я там сейчас попытаюсь своими Сложно сказать Коннект не зеленый со мной значит уже Где-то не отсюда Ну мне кажется где-то так вот По моему пониманию коннектов Где-то это Может быть средняя Россия То есть именно Не Москва Хотя может у нас с тобой еще Оранжевый коннект Хотя вроде как лагать не должно Ну сам знаешь прекрасно как у нас вага Да То есть В смысле что ну не вот Не носи оранжевый Мотоклоуна Сарова Это Нижегородская область Так что вот тебе ван еще Или может быть Кто еще У нас конфет тоже Рядом недалеко Ван и все В конфет вроде Больше никого нет Из Заразков не живет тоже И все вроде больше Стритфайтеров там и нет Кто-то кто-то был Причем из хороших Я так тоже удивился А Кен ЕКБ А ЕКБ 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 Сейчас может меня Первый бросочек Встает Самый фиговый универсал ЕКБ Адуван а кто еще у вас Это что не Мотоклоуна Это тоже мы тут не так давно Узнали что тоже Из области или он Ну да Вот Ревон с Владимира Там же до них правда ехать Клендров 200 наэрят Клендров 200 наэрят Клендров 200 наэрят Клендров 200 наэрят Правда метр тратится Приходится на этом Поделать И Успевает Трагировать Кло Свои фигни На его фигни Так а еще хотел я тебя спросить Про лаги Мониторы Там и прочая Такую штуку По большому счету Обычный птичный Монитор можно Взять спокойно Там Лаг Всегда Довольно таки маленький Телевизор же Большой брать нельзя Для байдингов Это однозначно Большой это какой Большой какой Ну в смысле Телевизор именно То есть В чем суть В мониторах Ну именно В компьютерах Мониторах В них Хорошие процессоры стоят Поэтому Лаг почти всегда меньше Ну не почти всегда Всегда наверное Вот И самый Логучий Монитор Он Все равно Круче в этом плане Чем самый не логучный Телек Почему в телевизоре Они до сих пор не научились Вставлять нормальных Процессоров я не понимаю В смысле Ты имеешь ввиду обычный ЖК Телевизор Ну естественно А я то имею ввиду Хотел спросить про именно ЛТ старый добрый Здоровенный ЛТ просто нет лагов Просто нет лагов Потому что там Скорый свет Глаза буду палять И картинка будет И во всех Нормальная Ну да Мой вопрос На каких лучше играть Ну да понятно Там у меня смотрю На свою бандуру Которая стоит По-моему она больше меня Вот А вообще на какие Туда лучше играть Ну На мониторах просто играть И все Угу Есть и ямы хорошие Есть Этот Непроизносимый монитор Которое я сейчас не вспомнил Ну там помнил На Еве же помнишь Стояли какие-то Асусы На Еве Асусы стояли Которые типа сертифицировали То есть вообще если монитор пишет Что два Две миллисекунды лаг То он скорее всего Врет На год Не Ну а Играть по 10 миллисекунды имеется ввиду изменение По-моему с белого на черный То есть там обычные То есть они всегда врут конечно То есть там Реально В самой игре Вак Побольше Бывает Но Но Пофигу Совершенно Пока Если ты древни какой-нибудь версии не возьмешь Не подключишь ее HDMI к PS3 Да И кстати А насчет подключения HDMI Или там VGA Или DVI Имеет значение Да Какой VGA Предпочтительнее всегда Что? VGA Предпочтительнее Конечно По идее DVI это Побыстрее А Ну в смысле VGA DVI или HDMI Ну вот если вот 3 порта Вот у меня например 3 выхода на видеокарту там да Есть или Переходник например есть DVI То какой лучше DVI можно использовать Или VGA Принципиально Совершенно Ну HDMI то я знаю что он Помедленнее чем Overhead Бросочка я так понимаю У всех довольно стандартная Такая разводочка Ну Это В overhead который панишется На блоке Тоже панишется Да? Сколько там? Минус 4 по моему Что-то такое Много Если я Инпуты не Да хорошо подхватываю Форвард МК у него overhead Да? Или вниз вперед МК что-то Форвард Да Вниз вперед МК Списов Мерфери Как так он называется Да Минус 4 у него Вниз вперед МК И вниз вперед МК И вниз вперед МК На бок минус 4 Минус 4 Так Ну двух фокс побеждают Чето 2-1 Все бои довольно плотные Всегда плита в блок Еще и Пробросать пытается Да Да, это прикольно. Там ещё, наверное, если краешки задеваешь и там же всё такие. Вот блин, где фреймдата с хитстанами и блокстанами? Нафиг мне эти вот плюсы и минусы. Мне куда полезнее было бы посмотреть на вот... Пиздец, фреймдата с хитстанами и блокстанами. Просто ты смотришь сколько рекавери и вычитаешь из рекавери минус на блоке и всё. Или вычитаешь минус на хите и это у тебя хитстан и все дела, собственно. Понятно. Вопрос ещё, что из чего следует. То есть мне бы было удобно серьёзно на хитстан смотреть, например, чем там плюс-минус. В принципе зачем смотреть на хитстан, если тебе хитстан нужен только для того, чтобы знать какой там... Какой там плюс или минус. А смотри, а если он попадает, например, почему в упоре минус-14 там у рю подножка, конечно, с ней не вся копаническая, а на расстоянии нет. Потому что не достаёт просто-напросто и всё. У рю минус-14 на подножке всегда, это же не слайд какой-нибудь. Нет, я не имею ввиду, а это разве не зависит от... О, хорошо, какая камбушечка пошла. Нет, от рейнджа зависит только попадание нормалов с большим количеством активов. То есть слайдом, в первую очередь, всякие. Слайды, да, можно издалека сделать и они не запанишься. Сделаешь бреди, они панишься. А подножку у рю не панишься, только потому что она далеко отталкивает. Иначе всегда панишься. А каким активным кадром, не имеет значение, я попал? Или это только митя? Имеет значение, каким активным кадром ты попал, но у подножки там активных кадров мало. Там 2 или 3, наверное. Это горе от балды, но там действительно ничего такого в этом плане нет. Тоже не смотрю. Ну ладно, буду знать. Ну, например, хотя бы с воздушными. Вот с воздушными точно, вот мне бы интересно было почитать, потому что, как правило, минусу, а воздушных нету, да? А блокстант-то может быть разный. Притя опять же от активного кадра. На хп в прыжки дофига просто ставлю и всё. Может что угодно после меня делать практически. По тюльтру в блять чипчик хоть этот. По-моему, я вытекнулся случайно сейчас. Да, тут ничего страшного. Я даже не хотел вытекнуться, я оговорился просто, я какое-то слово прервал. 10 человек, и я думаю, тут мы никуда-то там стримимим, а на Twitch сидим и тут. Можно по именам пересчитать, кто смотрит так, только не повисайте, одевайся, пожалуйста. У меня косяк, блин. Могут взять и отключиться все девайсы. Их даже перетнуть помогает. 4 активных кадра будет на свипе, то есть... Сколько? Даже есть 4 активных кадра, то есть даже если он как-то умудрится тебя на вейке и сделает последним активом, то там минус 10 будет минимум сразу. Минус 10, ну да, там тоже панишь. То есть нет. Никак не влияет ни на что. Счёт 3-1. Да. И через часик уже начнётся турбо. Всё-таки, Акумин, я тебе говорю, давай, погнали, комментийте, сейчас термин с тобой. Вы там вроде любите поиграть в турбу? Явно больше, чем скажете. Я знаю, что там хистана равен блокстану, короче. Это единственное, что знаю трубы. Вот и всё. Ну, на впрыжках там очень маленькая хистана. Да, 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 да. Он просто тико играет. Прыгаешь с тяжёлой фигнёй и жрёшь... И тебя выбрасывают после этого. Да, да, да. Или выбрасывают. Да, очень непривычно надо адаптироваться. Или по урокам играть, в которые джебом всегда попадёт. Потому что стартап маленький. Ну, да, да. Посмотрел, тут ггпо какой-то, был такой небольшой турнирчик. Заходил ко мне. Он шёл ко мне, говорит, давай, жди. А пацаны там типа, ну всё, мы начинаем игру. Ну, давай я тогда, говорю, за теми нас играю. Там первый матчик. Кого-то там забудил. Короче, Рю закидал Хадуки на них. И Ширюки на них заинтиэйрил. В общем, было весело. А я будто знаю топовых игроков в турбе. Я знаю только Дамда и всё. Ну, топ, наверное, не в игроках делать. Хоть какое-то понимание там. Потому что я тоже... Что СФ третий для меня это... О, хорошо чипает. Фокта. В плане турбе, в общем, лучше слушать... Да, я тоже думаю, что... Лучше слушать Джеймса Чена какого-нибудь, чем меня. Да, да, да. Даже если ты английский не понимаешь. Хорошо с файтом тоже. Ну, Чен довольно понятно, говорит он английский, то есть... Не закопил, но всё равно. Зашу ему это с рук. Ой-ой-ой, не easy. Все. Не хватило рейнджа. Он тугайм был. Точно хватило. Всё броском. Адски. Не, ульта мимо. Папа, который писает. Понятно, зачем сделан. Надо было в другую сторону. Хехехехехехех. Всё, сор. Это последняя игра у нас сейчас или предпоследняя? То есть мачпон сейчас будет только с неё. Так. А по моему нас 3-1. У нас 3-1. Не надо. Окей. Здесь все ребят поправьте там чё-то. Тоже заговариваешься и даже за счётом не сумеешь. Надо, конечно, запилить эту табличку научиться, которая там о щёте говорит. Через пьё, да. Да, а то что-то как-то это... Кроссочек. Емти, джамп. Поёт и веб, поёт. Да, Дубан, ты абсолютно прав, у веги плохой мочап с вегой. Нет, не успел. Нет. Там, конечно, 30 кадров... Может, не успел, на самом деле, но нет. Ха-ха-ха. Не потемнулся. Там, конечно, 30 кадров рекавери после этой штуки. Так, сейчас, может, нам игроки скажут. Если кто-нибудь выйдет, короче, у нас всё. Если нет, то нет. Ну, конечно. Ну, пока 4-1. Да, мне тоже так кажется, что 4-1. Да-да-да, 4-1. Так, ну что у нас... Господи. Фокс не нажимает кнопку. Он уже выиграл. Сейчас, может, напишет. Может, мы правда чего-то не понимаем. Ну, вроде как. 4-1, да. Переговорим. А чё, фокс всё? Опять 1? А то чё-то мы или нет. Фокс, ты же доигрываешь ещё одну игру меню. Да, по-моему, да. У нас тут ребята говорят 4-1. Да-да-да, всё правильно пишет Yasumi. Что сначала Фокс выиграл, потом Клои, потом Фокс опять три раза. Да, и поэтому сейчас у него должно быть, получается, три победы. Так, ребят, ну что, 0-5 Акумин, ты там не созрел ни с кем. Может быть это, овердрайв вроде как зашёл, спрашивает с кем. Давай с овером Акумин. Да, три победы как раз, всё правильно. Так что, небольшая заминка в том числе. Акумин, давай думай, прямо сейчас тогда я пишу всё. Всё, если ты уже думаешь, значит всё. Это уже хорошо. Банишь? Да. Хотя на этом кресле хиле как-то, я даже не знаю, хиле. Хотя, возможно, её путают с нормой. А кошкики, в общем, минус не такой большой, как кажется. Давай сможем запанчить всё. Куда ещё прыжкой. БНБшкой. А когда уфредил три огромного урона. КОСКК. Научим-то. КОСКК, научим-то. КОСКК, научим-то. КОСКК, научим-то. КОСКК, научим-то. КОСКК, научим-то. Слушай, а щас прям будет F numerals 5. КОСКК, а уже без меня. Ты уходишь? КОСК, научим-то. Ну ладно, чё потом-то вернёшься на это самое, на финал Obrig. Финал как минимум. Ну спишемся там, потому что я не уверен, что я не буду спать к этому времени. Ну спишемся, ладно. Давай счастливо, спасибо за комменты. Продолжение следует...